В то время Иисус, созвав двенадцать апостолов, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете там, оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили по оселениям, благовествуя и исцеляя повсюду». Слово Господне, хвала Тебе, Христе! Дорогие дети, молодежь, братья и сестры, для чего Иисус основал Церковь, для чего создал Церковь на Петре? Чтобы нам было хорошо с вами. Самое важное, для чего существует Церковь Иисуса Христа? Чтобы она была инструментом для спасения людей, чтобы люди могли быть спасены. Это самое важное. Сегодня Папа Франциско 5 в послании, который дал нам на сегодняшний день, день миссии, говорит об этом, что природа Церкви, для чего существует Церковь, это миссия. Так как Иисус получил миссию от Отца, чтобы стать человеком, искупить нас на кресте, умереть за нас и потом воскреснуть из мертвых, эта миссия Сына, она продолжается в Церкви, чтобы в следующих поколениях люди могли принять это спасение Иисуса через служение Церкви. Некоторые думают, что есть три таких функции Церкви. Начну от последней, это благотворительность или любовь, которая проявляется какими-то действиями Церкви. Действительно, Церковь от начала, когда собиралась на богослужение, то люди приносили какие-то продукты, чтобы раздать нищим, чтобы помогать людям. Так что в мире люди думают, что Церковь это только к этому призвана, чтобы делать благотворительность. Это какая-то организация, которая особенно раньше, когда не было хоспиталов или не было каких-то домов престарелых, не было домов для сирот, что это самое важное. Конечно, это тоже Церковь призвана, мы призваны к такому, потому что люди понимают больше этот язык, когда мы, христиане, как-то отвечаем на нужды людей. Тоже есть часть Церкви, или, может быть, в некоторых странах очень подчеркивается, что Церковь для того, чтобы совершать литургию, обряды, молитвы. Это тоже важно, конечно, чтобы мы молились за народы, за этот мир, за город, в котором живем, чтобы мы молились за людей в разных намерениях. Мы призваны к этому поклоняться Богу, и хорошо, когда люди приходят в нашу Церковь, и они могут встретиться с Богом, что Бог присутствует среди нас. Мы призваны к поклонению, к прославлению Бога. Но есть еще третье измерение Церкви, и от этого начиналось действование Церкви. Это свидетельство, это провозглашение Евангелия, Благой Вести. Если мы не проповедуем, если мы не делимся с другими Словом Божиим и тоже своим свидетельством верить, тогда люди не могут обратиться, так как говорит апостол Павел, вера, она рождается, когда люди слышат Слово Божье. И как услышат, если не будут проповедники, люди, которые проповедуют Слово. И как будут проповедовать, если их не посылают. Но Церковь говорит нам сегодня, мы посланы, Церковь посылает тебя. Ты принял крещение, стал новым творением во Христе, и ты получил помазание Святого Духа, тройное помазание, быть пророком, как Папа говорит в этом послании, так как Моисей сказал, я желаю, чтобы каждый член народа Божьего пророчествовал, чтобы Дух Божий почивал на нем, на каждом человеке, чтобы мы были пророками. И в Новом Завете это так. Мы, ученики Иисуса, становимся апостолами. Церковь говорит о апостолстве тоже Мириана, не только священник проповедует, не только в храмах мы проповедуем. Мы призваны идти к людям и делиться этим словом с другими. Так что это нормально, что ученики Иисуса Христа, сперва они получают этот опыт веры, сперва они евангелизируются Господом, они получают это слово, но они не несут только слово. Мы сегодня слышали, я взял это Евангелие, можно сегодня взять это Евангелие, что Иисус сказал им проповедуйте, но дал им власть исцелять больных, приносить людям исцеление и тоже освобождать от злых духов. Церковь призвана к этому, чтобы мы несли Царство Божие, оно приходит с силой, не только словами. Мы предполагаем и можем ожидать, что когда мы говорим слова Господа, и когда мы провозглашаем Евангелие, что Дух Святой будет это подтверждать, будет подтверждать это в сердцах людей. Я сегодня проповедую с надеждой, с верой, что Дух Божий на проповеднике, но тоже Дух Божий на вас почивает. Я ничего не могу, я не могу вас убедить, чтобы вы были апостолами, но Дух Святой может зажигать в вас этот огонь, чтобы сегодня мы можем благодарить Бога за тех людей, которые делились с нами. То, что мы здесь находимся в храме, это знак того, что кто-то нам говорил о Боге, кто-то... Разные люди это, может быть, может, даже мы их не знаем лично. Сегодня можно слушать Евангелие тоже в интернете, может быть, даже по телевидению где-то. Но мы благодарны Богу за тех людей, которые не стыдились за веру в Иисуса Христа, которые приняли это призвание делиться словом, и мы получали это слово, и Слово Божие росло в нас, и мы верующие, мы знаем Господа. Но чтобы мы могли перебороть этот страх, это переживание, что не все нас примут, может, даже будет преследование за имя Иисуса, когда мы будем жить эту свою веру и будем о ней говорить другим, нам необходимо самим видеть, как ценное это, что я верующий, что Господь во мне что-то совершил. Можем представить себе Марию Магдалину, что мы знаем о ней, что Иисус изгнал с ней семь духов, и она была освобождена. Это было нормально, что Мария Магдалина делилась с Евангелием, что она была у гроба Господня, и когда встретилась с Иисусом, что побежала к апостолам, она была первым евангелистом, это была женщина, которая пережила в своей жизни, что Господь ее освободил, что она была спасена. Что бы мог сказать Петр, апостол, я был грешным человеком, Иисус дал мне чудо, я поймал столько рыбы, и я там пошел на колени, потому что я знал себя, какой я, и я еще отрекся от него три раза. Но Иисус сказал мне, пасы моих овец, любишь ли ты меня, помните? Петр это точно, он мог свидетельствовать о том, как он встретил Господа. Каждый из этих апостолов, мытар Матфей, который был грешником, которого люди не любили со своего народа, но он, его Господь простил, он знал, я был грешником, но Господь простил меня, и он проповедовал, он написал Евангелие. Каждый из этих людей может по-другому, его встреча со Христом выглядела по-другому, чем у этих остальных, но эти люди знали Христа. Поэтому есть вопрос, почему мы, католики, так не делимся с другими верой, может, мы нуждаемся, чтобы встретить Господа глубже, чтобы мы увидели, что жить с Господом лучше, чем без Него. Уже здесь на земле это работает, уже на земле стоит жить с Богом. И потом, конечно, стремимся тоже к вечности. Евангелизация, она особенно направлена, чтобы спасти людей от вечной смерти, но не только. Когда приходит Евангелие в семьи, все меняется, отношения между супругами меняются, отношения между детьми и родителями и обратно, и наоборот, меняются отношения в обществе, там, где проникает Евангелие, благая весть, когда люди обращаются к Богу, меняются все сферы жизни. Уже эта земная жизнь может замечать, что когда мы под Богом ходим, когда Иисус является нашим Господом и Спасителем, что это влияет на все сферы жизни. Так что мы так хотим видеть, что есть дела Господа в нашей жизни, не нужно придумывать, но можно просто делиться, что мне дает вера. И люди хотят этого. Если они увидят радость на наших лицах, когда они увидят мир, какое-то спокойствие, что мы надеемся на Господа, то они захотят этого. Или когда увидят, как мы уважаем людей, что мы любим людей, несмотря на их слабости, когда они придут в храм, что они увидят здесь общину церкви, которая... у них есть любовь, они любят и тех новых людей, которые приходят, они сопровождают их на пути веры, особенно когда они еще, как дети, родились для Царства Божьего, нужно им молоко, такую опеку. Когда такое будет в церкви, то несложно нам будет приводить новых людей. Так что сегодня это тоже такой вызов для нас к обращению, чтобы мы священники обратились, чтобы мы жили с Богом. И когда люди приходят, конечно, мы это не в первой очереди даем им что-то наше, мы хотим их привести к Господу, Он только может их спасти. Но сперва они встречают нас, и когда они встретят учеников еще несовершенных, но искренне подражающих Христу, которые следуют за Христом, которые хотят, чтобы Господь правил в их жизни, тогда они тоже захотят этого. Так что миссия церкви, первое, жить в веру, второе, молиться, ходатайствовать за тех людей, которые нас Господь посылает, вас, Мириан, в мир, на работу, в школе, на учебе, среди своих друзей, среди людей, с которыми соседи, которые живут рядом с вами. это люди, которые нас Господь посылает, нас Господь посылает, вас, особенно Мириана, и потом мы можем за них молиться, потом третье, свидетельствовать о том, что Бог делает в нашей жизни, и четвертое, если есть возможность, не навязывая, не принуждая, говорить простые слова, или слова Божьего Евангелия, керигму о любви Бога, о спасении в Иисусе Христе, о том, что нам нужно обратиться, чтобы получить новую жизнь в нем, и что Бог любит человека, хочет дать каждому своего Духа, Духа Святого, чтобы он мог жить с избытком этой жизни, с избытком, как Иисус говорит. Так давайте, братья и сестры, будем с открытыми глазами смотреть на этот мир, в который нас Господь посылает, потому что нет других, только мы, которые уже знаем Господа, мы можем нести благую весть, быть этой закваской, которая будет живой закваской в мире и тоже в приходах в церкви, в которой мы живем. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам познать Себя, за то, что мы познали Твою любовь, Твое милосердие, что Ты простил наши грехи и исцелил наши сердца, и дал нам свободу детей Божьих. Помоги нам быть Твоим инструментом в мире, в котором мы живем, вместе, как церковь и тоже отдельно, каждый из нас, как Твои ученики. Тебе пусть будет хвала и слава во веки веков. Аминь. Аминь. Продолжение следует...